Вы на днях провели совещание, накануне подписали указ, и все-таки даже у непосредственных участников этого процесса есть разные точки по тем или иным моментам. Ну, конечно, последнее слово во всех этих спорах за вами. И все-таки, как вы лично оцениваете проект Конституции и его работоспособность на среднюю и дальнюю перспективу? Недавно я тоже честно сказал, знаете, я очень переживаю, очень переживаю, что, ну, а вдруг что-то не получится? Опять же, ответственность на мне будет. Поэтому я боюсь и пытаюсь избежать разного рода случайностей, если можно так сказать. Хотя в политике такой глобальной случайности не бывает, но всякое может быть. Не тем путем пойдем, не те люди придут в власти. Я, конечно, за это переживаю, но уверен, что вот то, что мы предлагаем, то, что я предложил народу, проект, это Конституция будущего. Самое главное, мы должны за эти два-три года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет ни двоевластия. Тогда президент этот или другой, они будут делать свое дело правительство, свое дело парламент, свое дело. А все белорусское народное собрание будет заниматься своими вопросами. Но все беспокоятся, исходя из ситуации нынешней. А вот бы чего-нибудь не случилось. А вот бы не произошло каких-то столкновений наверху. Потому что это мгновенно в общество перейдет. А вот для этого надо научиться жить по законам. Понимаете? Каждый должен заниматься своим делом и не заходить на чужую поляну. Я уверен, что нам это удастся. И мы сделаем разительный шаг навстречу демократии, настоящей демократии. Где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа. В этом есть суть демократии. Поэтому я перспективы этого документа, основного закона, оцениваю положительно. Только надо его внедрить не только в умы, но и в нашу повседневную жизнь. Через законы, подзаконные акты. Это мы сделаем. Продолжение следует...